Здравствуйте! С вами Роман Выстароп. В эфире Дзержинского 102. Программа о работе Ставропольской полиции, происшествиях и раскрытых преступлениях. Сегодня в выпуске. Подвели нервишки. Угонщик попытался спрятаться, но испугался собаки. Обезвредил похитителя. На Ставрополе наградили полицейского, который спас ребенка. И они специально. В Пятигорске автоледи придумала необычный способ прокатить ребенка в машине. Собрали портфель вместе. Сотрудники МВД проводят акцию «Помоги пойти учиться». А начинаем по традиции с криминальных новостей. В Пятигорске накажут псевдобанкира, а в Кировском городском округе – живодера. Тем временем автоугонщика подвела боязнь собак. Подробности этих и других криминальных историй у моей соведущей в погонах Дарьи Белой. На Ставрополье подозреваемый в угоне испугался полицейской собаки и выдал свое местоположение. В полицию краевого центра обратился местный житель, сообщивший об угоне его отечественной легковушки. Вскоре по ориентировке сотрудники ГИБДД Ставрополя предприняли попытку остановить похожий автомобиль. Но водитель продолжил движение, игнорируя требования полицейских. Позже, столкнувшись с опорой линии электропередач, водитель покинул машину и скрылся с места ДТП. К поиску злоумышленника был привлечен инспектор-кинолог со своим питомцем. Увидя из-за укрытия служебную собаку комбата, злоумышленник бросился убегать. Однако был задержан. Сейчас в отношении ранее судимого за аналогичные преступления местного жителя возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу, поскольку совершил противоправное деяние в период отбывания предыдущего наказания. А в Нефтекумском городском округе полицейскими ликвидирован крупный очаг произрастания дикорастущей конопли. На участке местности площадью около 500 квадратных метров произрастало порядка 2000 кустов растений, которые являются наркосодержащими. Комиссией в составе сотрудников полиции, общественности и представителей администрации с использованием специальной техники произведено ее уничтожение. Вес ликвидированной растительной массы составил более полутора тысяч килограммов. На Ставрополе расследуется уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Старшему участковому уполномоченному полиции Кировского городского округа поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин жестоко обращается с собакой, которая впоследствии скончалась. Установлено, что мужчина привязал животное к фаркопу своего автомобиля и проследовал на машине по улицам села Горнозаводского. Свидетелями этого поступка стали не только взрослые, но и дети. В отделе полиции гражданин пояснил, что собака подушила его домашнюю птицу, и он решил таким способом ее наказать. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Тем временем главным следственным управлением Краевого главка окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Житель Пятигорска, не являясь индивидуальным предпринимателем и не имея лицензии, занимался приобретением и последующей продажей иностранной валюты за наличные денежные средства. Также у мужчины приобретали валюту различные кредитные учреждения, которые не были осведомлены о его незаконной деятельности. Проведенным финансово-экономическим исследованием установлено, что обвиняемый приобрел и реализовал иностранную валюту на сумму около 56 миллионов рублей. Уголовное дело будет рассмотрено в суде. В станице староизобильной местный житель после ссоры с женой взял в заложники свою 8-месячную дочь. Он угрожал убить себя и малышку, если ему не дадут 70 тысяч рублей. Эта история могла бы действительно закончиться трагически, если бы не начальник полиции местного отдела МВД Сергей Пернакий. Подробнее об этой истории расскажет Кира Рогожина. А еще подарки и добрые слова от главного следователя края. Все в этот день для него, начальника изобильненского отдела полиции Сергея Пернакия. Повод более чем достойный. Сергей спас 8-месячную девочку. Семейная драма разыгралась 9 августа в станице староизобильной. Сидели, ребенок спал. Я положила спать его. Все, мы сидели на улице. А он потом зашел и закрыл двери. Приехал кум. Он через окно начал его взывать. И кидать топор в машину. Потом попытались с ним поговорить нормально, но он двери никому не открывал. Эту историю рассказала оперативникам уже после происшествия мама девочки Анжела. В заложники дочь взял отец Александр. За ее освобождение требовал 70 тысяч рублей. Грозился убить малышку и покончить с собой. Об инциденте Сергею Пернакию сообщил участковый. Начальник окружной полиции выехал на место. Сначала с рецидивистом пытались договориться, но мужчина на контакт не шел. Полицейские вместе с сотрудниками МЧС хотели вскрыть входную дверь. Он, по всей видимости, услышал шорох в двери, развернулся ко мне спиной. Я понял о том, что больше другой возможности как бы не будет. Проник в квартиру через окно, но и произвел, соответственно, его задержание уже. И предал сотрудникам полиции. Ну и в этот момент ничего не чувствовал. У меня задача была только одна – предотвратить его противоправные действия. Как только злоумышленника обезвредили, малышку передали матери. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. За 19 лет, что служит в правоохранительных органах, Сергей ни с чем подобным не сталкивался. Грамотные действия Пернакия отметил начальник краевого управления СКР Игорь Иванов. На ваш пример для работников всей правоохранительной системы, это подрастающих полицейских и для наших молодых следователей. Что касается похитителя, теперь ему грозит реальный срок. По статье «Захват заложника». Как выяснилось, за ним уже числится непогашенная судимость. За сбыт запрещенных веществ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. В том числе исследуют материально-бытовые условия семьи. И выясняют роль органов профилактики. А также проводят иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Расследование этого уголовного дела продолжается. Сергей Пернакий же последние дни дорабатывает в своей должности. Его повысили. И уже с осени Сергея ждет новый кабинет. Порадовались тому, что даже у таких историй бывает счастливый конец. Кира Рогожина и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение. Любой автолюбитель знает, что находясь за рулем, нужно быть предельно собранным. А невнимательность часто приводит к трагическим последствиям. Эту простую истину подтверждает наша постоянная рубрика «Дорожный патруль». Роковая ошибка. На автодороге Минвода-Кисловодск 53-летний водитель мотоцикла пошел на обгон и не убедился в безопасности маневра. Он выскочил навстречу и врезался в иномарку. Удар был такой силы, что мужчину не спас даже мотошлем. Он скончался на месте. Травму спины получил и второй 50-летний участник аварии. Кадры ЧП опубликовали очевидцы в соцсетях. Проводится проверка. И еще одно серьезное ДТП произошло на трассе Лермонтов-Черкеск. Водитель «Газели» двигался по правой полосе, решил повернуть налево, но поступил не по правилам. В итоге врезался в попутную девятку, которая ехала по крайней левой полосе. В результате аварии 5 человек, водитель и 4 пассажира лиховушки в больнице с разными травмами. Сам виновник аварии не пострадал. И еще одна история о невнимательности. К счастью, на этот раз без последствий. В Пятигорске автоледи позволила своему сыну ехать стоя в люке машины. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях. Правоохранители быстро нашли нерадивую родительницу. Женщина заявила, что рискнула жизнью ребенка не специально. По ее словам, ребенок сидел в автокресле, но встал, чтобы подышать воздухом через люк. Теперь мать привлекут к ответственности за нарушение правил перевозки несовершеннолетнего. А полицейские Курского района остановили трактор. За рулем находился нетрезвый 32-летний местный житель. Уже в патрульной машине он прошел медосвидетельствование. Прибор показал почти полторы промилле, что считается сильной степенью опьянения. К счастью, мужчина не успел натворить бед за рулем машины. Водителя отстранили от управления. Теперь нарушителю грозит лишение прав и крупный штраф. В канун Дня знаний школьники из многодетных и малообеспеченных семей тоже собрали портфели. Благодаря полицейским у ребят появилась возможность отправиться в школу с новыми тетрадками, ручками и карандашами. В преддверии 1 сентября сотрудники МВД проводят акцию «Помоги пойти учиться». Кому уже помогли служители закона, расскажет Алиса Вартазарян. Полиция. Грозный стук в дверь, полиция на пороге. Затаив дыхание, соседи уже прильнули к глазкам, чтобы узнать, что же случилось. Ограбление, похищение, убийство. Но можно расслабиться и выдохнуть. Служители закона пришли лишь для того, чтобы на лицах детей и их мамы засияли улыбки. В этом году Доминика пойдет во второй класс, а Виталий в четвертый. И пока их сверстники вместе с родителями ходят по магазинам, закупаясь к новому учебному году, эти дети сидят дома. Они понимают, что у их мамы сейчас очень непростые времена. Тетрадки, фломастеры, альбомы, карандаши. Что ты почувствовала, когда тебе подарили? Доброту. Доброту почувствовала, а ты что почувствовала? Приятно. Вот ради таких моментов и проходит акция «Помоги пойти учиться». Ведь нельзя оставаться равнодушным к чужому несчастью, считают ставропольские полицейские. Семья у нас на учете состоит с самого начала образования отдела, как малообеспеченная, находящаяся в социальном опасном положении, так как мать одна воспитывает троих детей, отца нету, в семье матери постоянного заработка тоже нет. В связи с первым сентября как бы помочь хотелось своим подучетным. Эта семья далеко не единственная, кому помогли полицейские. Акцию проводят по всему краю. Спасибо большое. Будет очень рад. Мы помогаем семьям, которые находятся в социально опасном положении, имеющих детей школьного возраста. Также в рамках профилактики семьи видели, понимали, что они не одни. Мы тоже помогаем с администрацией. Не только какие-то профбеседы делаем. Мы действительно сопереживаем им и хотим оказать помощь. Сотни детей из многодетных и малообеспеченных семей получили такие же подарки и уже собирают портфели. Так что 1 сентября каждый ребенок сможет уверенно переступить порог школы, сделав решающий шаг в мир знаний. Алиса Вартазарян, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Если вам понадобится помощь полицейских, звоните по номеру 02 с городского телефона, 102 с мобильного и 112 вызов всех экстренных служб. С вами был Роман Выстаром. Берегите себя.